В Saints Row 4 разработчики шутили над разными вещами и явлениями, в том числе над ребутами. К сожалению, все это для серий стало пророческим. И чтобы мы были на одной волне, и вы понимали о какой игре идет речь, то вот диалог из новой Saints Row. Так, вышел ребут Saints Row. Игру разграмили критики, игроки, и вы знаете, я не люблю такую полярность, когда игра типа либо говно, либо годнота, а что-то посередине нет и быть не может. Отсюда у меня и много роликов с саркастическим названием «Плохая игра», потому что в мире все намного сложнее, чем просто «Белая и черная». Поэтому я, как объективный обзорщик, прошел Saints Row и могу с уверенностью сказать всем этим критикам и игрокам, да, все правильно, игра все-таки «Horseballs». Но есть нюансы, поэтому давайте поговорим об этом. Какая игра получилась, почему вообще ее выпустили и для кого. Но сперва рекомендация. Вот совет, как сэкономить на покупках. Дебетовая карта Think of Black в лимитированном космическом дизайне от Lazy Square. Она не просто красивая, но еще умеет экономить и зарабатывать для вас. Немного про преимущества карты. До 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка за покупки у партнеров. Их список постоянно обновляется. Кэшбэк приходит настоящими рублями. Доход до 6% годовых на остаток, который вы получите каждый месяц. Доступны бесплатные переводы на карты других банков по номеру телефона через систему быстрых платежей. Есть возможность снимать наличные в банкоматах без комиссии. И кстати, на днях Тинько выкупил за мороженные активы около 200 тысяч клиентов инвесткопелки. За собственные 500 миллионов рублей. Это значит, что снова можно инвестировать небольшие суммы в долларах. В общем, переходи по ссылке в описании, чтобы получить космическую карту Тинькофф Блэк и начинай уже сегодня пользоваться всеми ее преимуществами. Когда показали новый Saints Row, то люди от нового стиля были, мягко говоря, не в восторге. Почему серия стала такой? И на самом деле ситуация нетипичная. Потому что очень легко критиковать, например, каких-то Ubisoft Quebec за то, что они сделали с тем же Ассасином. Это новые разрабы, им было абсолютно плевать, что из себя представляет серия, и они сделали то, что посчитали нужным. Это типичная история в наши дни. Таких примеров у нас очень много. Но ребут Saints Row делали как раз люди, которые работали над оригинальной серией с самой первой части. Продюсеры, сценаристы, дизайнеры, реально ветераны студии, которые по 20 лет уже проработали в Алишен. Тогда в чем же проблема? Почему все так сильно отличается от привычной нам Saints Row? Как объясняют разрабы, они и современные геймеры уже переросли в оригинальные игры серии. Более того, разработчики начали ударяться в какие-то крайности, называя старые Saints Row дурацкими. Это гигант мысли. Читая разные интервью, такое чувство, что создатели ненавидят свои старые игры. Причем это было всегда. Еще до того, как ТИЧК обанкротились, в 2012-м, директор компании, который в игры серии никогда не играл, это, кстати, профессиональный руководитель, сказал, что да, спасибо, что покупаете ту же Saints Row 3 и все такое. Но почему Валишин не может создать игру, которая не будет смущать? Что-то как Skyrim или RDR. Надо все изменить, кому не насрать, что из себя представляет серия и про что она. Просто давайте менять. Это гигант мысли. А журналист, который брал интервью по игре, сказал, цитата, Saints Row 3 неплохая игра, но я бы не хотел в нее играть. Это, кстати, профессиональный журналист. Короче, люди, которые никогда не играли в третью часть, обсуждают, насколько же она неправильная и что серию надо менять. Все-таки к тому, что боссам Валишин почти всегда не нравилось то, чем занимается студия. Поэтому они бы серию рано или поздно поменяли. Это было неизбежно. Потому что такая серия не статусная. С ней нельзя хвалить себя перед другими разработчиками и знакомыми. Нельзя играть с семьей в нее. Это реальный поинт старого директора THQ. Такого же мнения издатель ребута Deep Silver. Это просто неудобная серия и надо сделать ее удобной, чтобы она была для всех. Так что давайте посмотрим, что они дают нам взамен. Что они дают нам вместо всех этих дурацких игр. Начинается игра с того, что мы создаем своего перса. Кастомизация не такая глубокая, как раньше. Например, тут нельзя менять цвет одежды и прочее. Но это мелочи. Редактор хороший. А дальше героя ранят. Кидают в могилу, закапывают и конец игры. Сказал бы я, будь это ролик металлиста. Но нет. Нас отправляют в флэшбэк. И показывают, как герой дошел до жизни такой. Раньше ГГ работал в какой-то организации. Занимался охотой за преступниками и защищал всякие вещи. Он не особо тут хотел работать. Но ему надо платить за долги по колледжу. Я не должен это нравиться. Я должен платить моих студентов. Да, это мотивация героя. Просто в США это актуальная проблема. Люди на это жалуются. Говорят, что они студенческие долги платят по 15 лет. Причем был ковид. И многим большим компаниям простили долги. Но обычным студентам нет. Это повлекло за собой скандал. Которого пришлось решить недавно. Хотя бы частично. Это прям такая жесткая ситуация. И ладно. Пусть будет так. Просто я не верю в эту мотивацию. Герой уже ко второму часу игры зарабатывает десятки тысяч долларов. У него проблем с деньгами нет. Да и эта тема поднимается вскользь. И развитие не получает. Короче. Герои однажды оставляют охранять какой-то кодекс. Но он миссию проваливает. Поэтому его увольняют. После чего он решает основать банду. И начинает ее прокачивать. И это весь сюжет. Если не считать финальный поворот с тем, кто героя закопал. Ты просто всю игру выполняешь миссией банды. И качаешь ее. Вы спросите. Причем тут вселенная Сейнт Роу? И это хороший вопрос. Потому что ни при чем. Герои просто увидели знак банды на полу церкви. И главный герой сказал. Причем непонятно, что происходит в плане событий вселенной. Нам вроде говорили, что это истоки святых. Но типа это истоки не тех святых из оригинальных игр. А другие святые. Типа одни и те же люди. Придумали одну и ту же банду с той же самой атрибутикой. При этом все это сделали за 3 секунды. В лучших традициях других истоков. Да, настолько плохая сценарная работа. И типа разработчики сказали, что хотят отойти от угарных старых игр. И сделать более приземленную игру. Но я не вижу, в чем была проблема старого подхода. Да, игра полностью концентрируется на 4 основных героев. Углубляет их. У каждого свой характер, предыстория, привычки и так далее. А самое главное, они друзья. Дружба побеждает все. Нельзя отворачиваться от друзей. Даже если они отвернулись от тебя. Клево, что разработчики вдохновились форсажами. Но при этом все это сделано дико скучно. Понимаете, не все игры обязаны быть про что-то высокое. Про любовь, дружбу, жвачку. Saints Row никогда не пыталась строить из себя что-то этакое. Сюжеты старых игр, может не были шедеврами. Но они отлично делали то, на что ребут не способен. Они развлекают. По-настоящему. Я специально перепрошел в этом месяце 3 Saints Row. Просто чтобы сравнить. И черт, мне нравятся, насколько живые персонажи. Нравится химия между ними. Нравятся ситуации, в которые они попадают из-за своей глупости. Решили они, например, пойти на одного босса. Герой прям такой. Кат-сцена показывает, какие же они крутые. И это так потешно, потому что они пошли к этому боссу. И установили бомбы на стоянку его небоскреба. И Шаунди потом такая. Нафига мы это сделали? Нам же еще подниматься наверху небоскреба. Мы же сами себя подорвем. Это очень хорошая вопрос. Что может быть? Из-за этого приходится спешить. И герой попадает просто в какой-то эпик. После прохождения этих миссий ты просто сидишь и такой. Вау. Это было круто. Тупо. Нереалистично. Дебильно местами. Но, как говорил Тарантино, это весело. В этом вся суть. С этими дебиками мне всегда было, блин, весело. Факинг тайгер? Сука! Если ты боролись с лутцами, ты должен быть готовым для ничего. Факинг тайгер? Новая часть на такое не способна. Она типа приземленная. Поэтому пока предыдущие части давали тебе просто какой-то взрыв мозга от событий, то тут полуигры и сюжетка разгоняется. Мы выполняем миссии друзей и обычно ты просто бегаешь и стреляешь. Каждая миссия это беготня по кишкам с отстрелом врагов. Это, конечно, разбавляют разным контекстом. То миссия а-ля Мадмакс, то какая-то погоня. Но все же, в определенный момент мне уже было плохо от такого контента. Не хватает разнообразия. Реально, в первый раз за всю игру тебе дают летать только к середине игры. А танк только в конце. И это верх развлечения в этой игре. К тому же, раз игра такая приземленная и не такая дурацкая, почему она все время копирует миссии и моменты из прошлых игр? Особенно из третьей части. Из этого я не понимаю тон игры. То она типа вся такая приземленная, то в игре происходят подобные. В общем, сюжетка не то чтобы ужасная, но она тупо репетативная и скучная. Особенно если сравнивать с предыдущими играми. Она долго раскачивается. Самые интересные геймплейные моменты только во второй половине игры. И она не креативная. Есть пару классных моментов. Например, мы должны пытать чела, чтобы он выдал нам инфу. А для него самое важное в жизни это машина. Поэтому начинаем пытать его тем, что красим его автомобиль в клоунский. Но в остальном все довольно скучно. Тем более, игра делает довольно мерзкую вещь. Говорит тебе типа, чел, ты сюжет не получишь, пока не загриндишь открытый мир. И это вообще не круто. И собственно, раз заговорили про открытый мир, то что игра предлагает вне сюжетной кампании. И тут типичный набор. Собирательство по типу поройся в мусорке и найди 2000 долларов. Сводкай что-то и прочее. Также дерись бандами, перевази груз, прокачивай бизнесы, угони машины, выполняй контракты по устранению целей и так далее и тому подобное. Ничего, что вы раньше не видели сотню раз. И конечно, этот контент безусловно работает. Только есть одно но. Saints Row в плане механика играется очень плохо. По крайней мере для своего бюджета. Разрабы говорят, что это ААА. Судя по инфе от инсайдеров, игра стоила где-то 150 миллионов долларов. Это бюджет двух Ведьмаков 3. Еще сдача остается. Где тут этот бюджет? Тут все механики хуже игры 2011 года. Стрельба ужасная, деревянная, не чувствуется импакт, ничего. Хорошо, хоть и способности, они немного спасают ситуацию. Или вот управление героем. Ты будто управляешь мешком из ваты. Не чувствуется вообще его вес. Тряпка, блин, на ветру. А физика транспорта, это нечто. Когда попадаешь за штурвал вертолета, то просто не верится, что это физика AAA игры. А про машины, о бой. Я видел игры, где можно с машинами делать сайдфлипы. Но блин, в Saints Row машина в воздухе может крутиться вокруг своей оси. А еще она может делать бэкфлипы. В этой игре физика живет своей жизнью. Она логике не подается. Смотрите шумагу. Я даже не понимаю до конца. Все это баги или они реально физику так задумали? Но не беспокойтесь, однозначные баги есть. Начинается погоня и ИИ просто застревает в объектах. Скрипты иногда срабатывают раз в 10 часов. Тут герой общается с женщиной и диалог выглядит так. В миссиях, где тебе надо падать под колеса, чтобы получить страховку, ты замечаешь так мимолетно, что машин на улице вообще нет. Просто достали недоработки этой игры, уже сил нет. И пожалуй я это сделаю. Наверное так и задумано. В итоге у нас следующее. Игра решила полностью отойти от стиля оригинальной серии. И дала нам довольно серую сюжетную кампанию, где нет ничего, что могло запомниться. А в плане контента, это обычный открытый мир. Местами довольно залипательный, надо сказать. Только вот проблема. Рядом есть другие подобные игры, где геймплей в десятки раз интереснее, богаче и красивее. А цена у них такая же. Поэтому если бы разработчики сказали, что чуваки, мы делаем даблый проект за гроши, потому что я не верю в то, что это стоило 150 миллионов. Это бред. А если реально столько потратили на игру, то Volition здорово погуляли все эти годы на вечеринках, обманывая издателя, что они делают крутую игру. А также, если бы это не была Saints Row, а просто новые IP с открытым миром, при этом всего за 30-40 долларов, а не за фулл прайс, как например Gritfall, то я бы сказал здорово, неплохо, 7 из 10 за такой проект категории B. Потому что опять же, критиковать Gritfall, сравнивая его с Ведьмаком 3, просто неправильно. Не та весовая категория. Но нет, нам пытаются продать игру, которая играется хуже проектов 2010 года, за полный ценник, еще под брендом Saints Row. При этом, это не имеет почти ничего общего с серией, кроме некоторых самоповторов. Более того, разрабы сидят сейчас и рассказывают нам, насколько же говно серия раньше была, и что их проект это эволюция франчайза. Вы там как? С ума сошли что ли? Поэтому 5,5 из 10. Напоследок про игру могу добавить только одно. В общем, думаю, серию можно хоронить. Опять же, четвертая часть была права. На сегодня у меня все. Поддержите лайком и подпиской, если понравилось. Заходите в мой телеграм-канал. И до скорого, ребята! Субтитры сделал DimaTorzok